с утра пораньше выехали в городец сейчас мы проезжаем по мосту через волгу поэтому мосту уходят паровозы поезда точнее вот а это автомобильный мост очень красивый мы когда ехали на поезде на него любовались тут вот волга стрелка и вся красота по которой мы гуляли выезжаем на трассу которая ведет городцу люди себе праздник устроили живую елку украсили огоньками машин мало едет все еще спят пользуются тем что длинные праздники красиво очень все деревья вы не вот мы доехали до городца город основан в тысяча сто пятьдесят втором году вот уже городецкое пиво варне показалось встречает нас и и и и и и и В этом монастыре похоронен князь Александр Невский. Он принял здесь постриг перед смертью, и вот памятник ему стоит. Смотрите, какие ворота. Подъехали поближе к набережной, сейчас пойдем гулять. Очень красивая резьба на домах. Каждый дом уникальный особый. Ворота резные, наличники разные и дома, окрашенные разными красивыми красками. Улица носит имя Андрея Рублева, а это усадьба графов Паниных, главный дом с воротами. Построен в 1845-1847 годах архитектором Егоровым. Жилой дом с интерьерами Красавина Гришаева. Образец деревянного дома, богато декорированного, пропеленной накладной резьбой. Да, потому что вот за Волжье, потом будет Балахна, потом Нижний Новгород. Мы вот с этой стороны заехали, а выезжать будем оттуда. Вот это вот город мастеров. Это, да, сделали как там всякий фестиваль тоже устраивают, кто во что гораст. А это музейный квартал получается. Вот туда, да, вот он пойдет. Памятник Александру Второму Освободителю. Здесь музей Терем Русского Самовара. И здесь разные музеи. Детский музей, Терем Русского Самовара. Мы проехали музей Пряника. В него планируем сходить. Впереди справа шлюзы, а дальше по левую руку Горьковское море. И на высоком берегу много купеческих домов, в которых сейчас магазины, музеи, сувенирные лавки шли в музей самовара. Добро пожаловать. Девинаш Прокорусский морозкарь, с удовольствием, фอนтизированные, и варчать. И даже, как шедевшие лепые университеты, полный ход, который уже не был похож, считалось приведительным. И даже, у юбих Владимирович, и в гуру Горьковского, а самовар мы не давали уважиться, а водопреждения водопреждения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вода в нем закипала за минуту Самовар Тет-Атет Дима Тет-Атет Дима Тет-Атет Дима Тет-Атетет Дима Тет-Атетет Дима Тет-Атететет Дима Тет-Атететет Дима Тет-Атететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететететет А по-простому, по-русски, это выпаренное варенье. У нас есть наши две фирмы. Кто где? Мы дам за питьем. А спите? Пробовали? Да, да, да. Аперсин с морковью. А есть априкос с морковью. Машинка для изготовления леденцов. А вот эти валики, это тоже для леденцов. Это сленные вальцы, да. Ага. Нас что-то не нравится. Такие разноцветные дома, где такие краски. Вот в Монголии популярный цвет черничный йогурт. Там и заборы, и крыш. Ой, ой, как красиво вообще. Тут тоже очень со вкусом подобрано сочетание красок. Отведали сбитня, купили медовухи в лавочке. Сейчас едем определяться, что дальше. Кузница талантов. Всякие разные. Люди находят, как заработать и чем к себе привлечь внимание. Очень много туристов. Музей городец на Волге. Ну, вообще много музеев разных. И вход стоит недорого. Они этим живут. Курмят. На пролетарскую кузь. Какая красота. Резьба, резьба вообще. Много резьбы разной. Ну и ведь купцы. Разного уровня достатка. Есть деревянные. Но везде украшения домов. Либо наличниками, либо колоночками какими-то. Поверните налево. Ну, так как тут мастера, наверное, кто во что гораст, кто круче. И тот так и украшал дома. Вот мы доехали до музея городецкий пряник. В него мы тоже сегодня хотим сходить. Мы приехали. Мы приехали. Да. Дом, который... Городецкий центр развития бизнеса. Это дом, который славился. Лавка Городецкий гладенец. Музей памяти Александра Невского. Мы сейчас там были. Нам посоветовали зайти в кафе Садко. В торговом центре Китиш. И вот я взяла себе пообедать грибной суп. Борезоль с грибами, овощи, сок. И это всего 260 рублей. Я буду пробовать. Очень вкусно поели в кафе. Вкусно и недорого. Сейчас пойдем уже в сторону дома выдвигаться. По пути заедем еще в один храм, потом домой. Тут тоже есть граффити. Вобла. Кто из них вобла, не очень понятно. Вообще-то это окуни, золотая рыбка. Но, тем не менее. Такой вот маленький городок. Городок. Аккурсенных автобусов много тут на площади. Настоящий торговый город. Креатив с рекламой. Пряничные домики. Огромные пряники. Это доски для пряников. Валики для накатки. Для накатки пряников. Доски пряничные. Разных видов. Тоже самовары есть. Доски пряников, грошевиков или закусочных 80 клеем. Это кто-то с младеной, смотрите. Кто-то с младеной хранит. Да. Тут видит Наташка. Это дети, наверное, приносы делают. Тоже сахарная голова. Тоже сахарная голова. Тоже сахарная голова. Тоже сахарная голова. Музей пряника расположен в усадьбе Тряпкина-Петелина. Она была построена в 1906 году. Образец архитектуры модерна с чертами эклектики. Тряпкина-Петелина. Храм в честь архистрига Божия Михаила. Закрыто. Прихожан нет. Время для молитвы не настало. Поэтому закрыт. Мы поехали в сторону Нижнего Новгорода. Через Заволжье. Через Заволжье. По другой дороге. И тут опять купеческие дома. Нам рассказали, что за вхождение в чин купеческие были налоги большие. И некоторые крестьяне, ну точнее формально, они оставались крестьянами, но занимались торговлей. И поэтому написано дом крестьянина, а по факту это купец, который просто назывался крестьянином, но занимался купеческим делом. Тут город в основном торговцы, конечно, были, купцы. Там еще один. Но он закрыт. Почему? Хозяин. Вообще, может, что-нибудь... Ну, видно, по нему там вообще все заброшено. Вместо окон вставили вон фасады, да. Ну и тут заброшка, да. Какая-то вот колокольня. Мне кажется, это церковь тоже была. А вот написано, музыкальный корпус, заочное отделение. Это не... А так-то, смотри, сверху сняли просто купола, а похоже на церковь. Да, и тут тоже какая-то церковь. Непечатый край рабочий. Много храмов в городе. Меценатов нету. Вы еще в Арзамасе не были. Завтра будем в Арзамасе. Сами арестовы. Тут сливается вода. И ниже Волга парит. Незастывшая. На обратном пути заехали в Стормова. Здесь очень интересное здание. С этой стороны оно выглядит прямоугольным, а с торца оно треугольное. То есть сверху, если на него посмотрите, оно треугольное. И вот с правой стороны какая-то загадочная башенка. Вышли на площадь Ленина, рядом с памятника Ленина. Площадь находится около ярмарки, исторического здания. Завтра мы отсюда поедем в Арзамас и в Дивеево. Там вот видно набережную Федоровского. Здесь городская елка. Иллюминация. Вот там вот здание ярмарки за елками. Сейчас сходим посмотрим. На входе нас досмотрели. Заглянули в сумки. Пощупали, нет ли чего запрещенного в карманах. Все для безопасности. Вот эти птицы, шар птицы тут в иллюминации, очень нарядные. Курическое здание ярмарки подсвечено нарядно. Устроены павильоны. Разные. Там можно что-то поесть, сувениры купить. Качели, карусели. Много народу тут не гуляет. Арт-мастерская Саванна. Семейная мастерская Витамиловых. Министерство вкусных дел. Карамельная мастерская. Мастер-класс. Аквагрим. Мишка семейная кондитерская. На любой вкус, развлечения. Кофе в банке. Гончарный дворик. Мастер-классы аквагрим. Это роспись пряников, оказывается. Сладости для радости. Катушки на палочках. Всякие карамельки, пряники. Там елка снова. Музыка играет. О, каток, смотрите-ка. Это называется мультимедийный исторический парк. Каток. Люди катаются на коньках по музыку. Это вот. Желтая ламинация, это конь. Вид сзади. Ярмарочный дом построен в 1890 году, а создавался ансамбль в Нижегородской ярмарке с 1817 года под руководством инженера генерал-лейтенанта Бетонкура. Тут находится мой мультимедийный исторический парк. Не уверена, что он работает. А тут входа нет. Ангелы возвещают благорую вещь, что Христос родился. Тут теперь дошли до парка ледяных скульптур. Дедик, кто ничего не говорил. У нас в Ижевске традиционно каждый год делают ледяные скульптуры. Они выглядят, по-моему, достойнее, чем здесь. Ну, у этих свой колорит, своя прелесть тоже присутствуют. Вон башенки, верб. Все такие, но все интересные. Тут сделан ледяной лабиринт, по которому ходят люди, пытаясь найти выход. Я тебя не знаю, потому что я не знаю. Традиционные мотивы гордецкой росписи, выполненные во льду. Тут топят в ярмарочную печь. Около нее греются люди. На улице достаточно холодно. 12 градусов. Ну, можно и так рассказать? Можно и так рассказать? Да. Да. Как вишка вы все увидите? Пусть, да. Помогите, да.